Это программа «День с толком» в студии Софии Яценко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Можно не носить. В Алтайском крае приостановили масочный режим. Нет тестов ЕГЭ. Российские вузы исключают из баллонской системы образования. Рады ли таким переменам барнаульские студенты? За новой дозой адреналина. В Калманском районе прошел чемпионат по дрэк-рейсингу. Кто победил? В Крае отменен масочный режим. Точнее, приостановлен. Такое решение сегодня приняли региональные власти. Однако, Роспотребнадзор Края людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания рекомендует все же носить маски в общественных местах. Подчеркнем, главный эпидемиолог Края Ирина Переладова прогнозирует шестую волну коронавируса уже в середине июня. Не стоит исключать и традиционный осенний всплеск заболевания. В общем, совсем забывать про маски не стоит, говорят специалисты. Добавим также, что власти решили не только приостановить масочный режим, но и приняли решение не публиковать ежедневную ковидную сводку. Она включала в себя число заболевших и умерших человек, количество пациентов в больницах и под аппаратами ИВЛ. Теперь же за подобной информацией интересующимся предлагают обращаться в соответствующие ведомства. Об укреплении здоровья работающего населения говорили сегодня в Минздраве региона. Проект с таким названием действует в России с 2019 года и Алтайский край среди лидеров его реализации. Одна из основных задач проекта – создание на предприятиях больших и малых комфортных условий для сохранения здоровья людей и снижения риска хронических болезней. Насколько это реально и какие сложности возникают, расскажем в сюжете. Март 2022 года. Завод прецизионных изделий. Сотрудников предприятия обследуют прямо на рабочем месте. Артериальное давление, уровень холестерина, индекс массы тела, комплекс мобильного обследования приличный. Это все-таки наши люди, без которых производство работы не может. Вот это специалисты. Они в своем роде тоже уникальны все. Поэтому все-таки сохранение здоровья работников нашего предприятия – это первоочередная задача. Обследование – лишь один из этапов создания на предприятиях условий для сохранения здоровья людей. Есть и другие, которые тоже необходимы, уверены участники круглого стола. Мы стремимся к тому, чтобы, если внедряется программа, то она была очень-очень качественная. Она меняла реальность стиль работы и возможность, если мы с вами входим на рабочее место, ввести здоровый образ жизни. Начиная с того, как мы на предприятии питаемся, насколько есть возможность заниматься физической активностью, насколько мы можем воспользоваться рабочим местом для того, чтобы не курить. На том же АЗПИ созданы отдельные кабинки для курения, куда входят по пропускам. Кстати, на данный момент в рамках программы работают порядка 10 предприятий края. Многие все еще инертны, говорят специалисты. Руководителей приходится мотивировать и объяснять, что здоровье сотрудников – это не всегда большие финансовые вложения. Не только финансы имеют значение, большую роль играют организационные мероприятия. Конечно, они требуют времени, усилий, знаний, что немаловажно, и тандема со здравоохранением. Тогда будут результаты. В той же столовой на предприятии просим тех, кто обеспечивает питание, увеличить количество полезных блюд. Правильным было бы сделать скидки на полезные продукты и увеличить, например, салат с майонезом продавать за более крупную сумму, а салат с маслом продавать намного меньше. То есть потенциировать покупку человека более дешево. Если он привык, есть вредность, пусть за это заплатят. Самая большая потеря для предприятий – ресурс человеческий. Его, по словам Ивановой, ничем не восполнить. Поэтому программу будут внедрять до тех пор, пока не охватят все предприятия региона. Кстати, в этом году порядка 20 малых и больших в крае готовы присоединиться к ней. России есть к чему стремиться. Сегодня говорили о международном опыте в той же Японии. Благодаря питанию, физнагрузкам, медицинскому обследованию каждый второй пенсионер к 2030 году будет старше 100 лет. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Тень с толком. К другим темам. Алтайский край будет помогать в восстановлении разрушенного жилья, а также дорог и в целом инфраструктуры Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики. Об этом договорились в ходе визита нашей делегации в этот район Донбасса. Делегация правительства Алтайского края своими глазами увидела, насколько серьезно за 8 лет военных действий пострадали объекты социальной сферы Славяно-Сербского района. Эта территория аграрная, богато полезными ископаемыми. Именно поэтому с Алтая приехали заместители губернатора по сельскому хозяйству, промышленности и социальной сфере. Возглавил нашу делегацию Денис Губин, зам по внутренней политике правительства края. Задача нашей поездки – ознакомление с проблемными вопросами района для оказания помощи и в предстоящем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий. Мы проработали эти вопросы на месте и обсудили планы по восстановлению. По итогам будет подписано соглашение с ЛНР и Славянско-Сербским районом. Массовую пересадку из личного авто в общественный транспорт, которому сейчас в Барнауле отдают приоритет, многие водители считают утопией. Причина – низкое качество пассажироперевозок. Эту проблему, а также перспективы сделать общественный транспорт полностью муниципальным, обсудили на дискуссионном клубе «Точка зрения», который проходил в сибирской медиагруппе. С подробностями Валентина Аскерова. Выделенные полосы появились, а вот условия в общественном транспорте не изменились. Пожалуй, стали хуже. С выделенками доезжать до места назначения стало быстрее. Да только автобусы не резиновые, считают участники клуба. Я езжу каждый день, я не могу уехать домой. Вчера в 5 часов я вышла на остановку, через 5 минут приезжает 55-й. Зашло 3 человека, еще 15, стоит некуда. Сегодня барнаульские пассажиры мечтают, чтобы муниципалитет взял под крыло перевозчиков, субсидировал их. Благодаря такой схеме работы гонка за пассажирами отпадет сама собой. А часть средств будет направлена на обновление и ремонт подвижного состава. Сегодня звучали мнения от жителей, что транспорт должен быть муниципальным. Мы сами за эту идею. Но стоимость реализации данного мероприятия, стоимость перехода на брутто-контракты, когда перевозчик не гонится за пассажиром, а когда перевозчик получает фиксированную плату за километр. И мы посчитали, что сегодня, чтобы полноценно обеспечить город, за год нужно тратить минимум 6 миллиардов. А с учетом доходной части города, в этом году она составляет 22 миллиарда рублей, строка расходов в 6 миллиардов – неподъемная. Надежда на будущий год, говорят власти, опять же, если бюджет позволит. А между тем, по системе брутто-контрактов уже живут такие крупные города, как Пермь и Тверь. Попадет ли краевая столица в этот список, пока остается только надеяться. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. С 1 июля в крупных городах края Барнаули, Бийский и Рубцовский подорожает отопление. Самый большой рост тарифов на тепловую энергию ожидается в Наукограде. Так, для барнаульцев цена вырастет почти на 6,5% за гигакалорию. Бийчане ощутят подорожание больше, там рост составит больше 7%. А рубцовчане меньше всего, плюс 4,3% к прежней стоимости гигакалории. Повышение стоимости заложено в само концессионное соглашение с СГК. Однако не стоит забывать и о других не менее важных причинах. Например, уровень инфляции или рост цен на стройматериалы и услуги подрядчиков. Скажется ли это на тарифах? В СГК отвечают, что возможно, но не в этом году. Мы должны дождаться официальных данных по индексу потребительских цен. Он будет понятнее к концу года. Безусловно, установление тарифа будет не безоглядным, а с четким пониманием, что платят за это потребители, и надо будет находить баланс между платой за ресурс и состоянием системы. Россию исключают из баллонской системы образование. Об этом заявил замминистра образования страны Дмитрий Афанасьев. В самом ведомстве уже поспешили успокоить студентов и учеников тем, что в стране планируют разработать свою систему обучения на высшем уровне. Мы решили выяснить, что барнаульские студенты думают о выходе из международной системы образования. Я считаю это больше недостатком. У нас система образования, она несовершенна. Учили языки, у многих детей планы. Многие хотят из того же Бийска, я из Бийска, хотят уехать с этого города. Сейчас этой возможности нет. И я не скажу, что много возможностей есть в том же Барнауле. Я никогда не сдавал, я не могу ничего сказать. Но я знаю, что многие очень трудно переносят это время. Много необразованных. Но вместо ЕГЭ же предполагается очный экзамен. Но все равно, я думаю, ЕГЭ получше будет. Молодец-то объективнее. Да. Меньше стресса из-за этого. Из-за ЕГЭ имеете? И вообще это страшно было. С очным экзаменом знания более качественные? Расширенные, да, расширенные. Качественные, да. А вы это видите по своим сверстникам? Да. Эта система не сработала в нашей стране, потому что уровень качества, уровня образования упал. Уровень качества. Это как раз с уходом от специалитета, да? Да, да, да. Да, я про это имею в виду. Вместе с тем, с системой ЕГЭ. Нужно больше практики, лабораторных различных работ и экскурсий на производстве. Я думаю, все-таки это плохо. Потому что, например, какие-то языковые школы, да, английские, другие языки, все-таки лучше обучаться у носителей языков. Это как бы больше возможностей. Более 75 тысяч маленьких жителей Алтайского края отдохнут этим летом в лагерях. Такие цифры приводят в региональном министерстве образования. Официально в крае сегодня работают 829 лагерей. Из них 54 – загородные, оздоровительные. Остальные – учреждения дневного пребывания. На сегодняшний день уже более 70% лагерей прошли приемку. Как пояснили в Министерстве образования края, несмотря на отмену масочного режима, сотрудники, работающие на пищеблоке, все равно будут носить маски. Также всех сотрудников перед сменой проверят на ковид. Но при этом в этом сезоне есть и ковидные послабления. У нас в этом году 100% наполняемость в детских лагерях, так как в прошлом году это было 75%. Кроме того, у нас разрешены посещения родителей, детей. Это тоже такая приятная новость. Кстати, второй год подряд в Край действует кэшбэк на детский отдых. На него могут рассчитывать родители, которые оплачивают путевку через карту МИР. В Алтайской таможне рассказали, что такое служба на границе. Сейчас территориальная безопасность важнее всего, поэтому студентов ждут, но без прикрас предупреждают, что служба сложна. Наш корреспондент Анастасия Набурщикова побывала на обнаружении наркотических средств. Их нашли вместе с кинологической собакой. Нет ни террористы, ни студенты, ни заложники. Алтайская таможня знакомит молодежь со службой. Это спецотряд быстрого реагирования. Мужчины вооружены. Особой интерес к огнестрельному оружию у студенток из технического университета. И что вам больше тут нравится? Покрупнее, поменьше. Вот сигнал. Защитит от такого бронежилет. Парни из техникума кинекологии охотно его надевают. Этот щит весом 35 килограммов спасет от пули снайперской винтовки Драгунова. Но алтайская таможня – это и кинологи, и границы со своими законами. Когда появился таможенный союз, то есть союз Казахстана, Белоруссия, именно на уровне единого экономического пространства, это было в 2010 году, необходимость проведения таможенного контроля на границе между этими государствами пропала, и, соответственно, численность таможни начала сокращаться. Сегодня алтайских таможенников несколько сотен, а посылок через границу идет более миллиона. Таможенный союз – это граница длиной в тысячи километров с Казахстаном и Белоруссией. С недавних пор среди союзников Киргизия и Армения. Между нашими государствами существует таможенная граница. Если товар из Германии, Китая или Финляндии попадает туда, то его там регистрируют. Дальше уже в России этого делать не нужно. Когда-то об этом узнала и Анна Делова. Девушка также была студенткой, правда, аграрного университета. Но, интересно, стала служба, потому и отучилась на кинолога. Сегодня вместе с Фишкой покоряют сердца и ищут запрещенные вещества. Кажется, например, на картинке, что там собака рядом прошла, там собака нашла, все здорово, все замечательно. Но за этим всем стоит очень кропотливый труд. У нас в прошлом году, в декабре, было обнаружение. Мы ездили на пост Горняк, то есть там было обнаружение у нас. Героин 5, да. Выберет ли службу на границе этот парень или таможенником станет эта девушка? Мы не знаем. Но зато им стало понятно, с чем предстоит столкнуться, когда получат посылку из Китая или найдут килограмм наркотиков у дальнобойщика. Анастасия Наборщиков, Вадим Быстревский. День с толком. От нелегальных уличных гонок до официальных профессиональных стартов. Почти 70 пилотов со всей страны встретились на гоночной трассе аэродрома Панфилова в Калманском районе. Там прошел чемпионат Алтайского края по дрэк-рессингу. О новых рекордах расскажет Валентина Аскерова. Мальчики, хотите такую машину? Конечно, хотелось бы. Еще не гонщики, но в мыслях уже рассекают трассу. Все внимание молодых парней сегодня приковано не к девчонкам, а к скоростным ласточкам, о которых они пока только мечтают. Присматриваете здесь себе уже годочную машину? Ну, нет, до этого далеко. Сильно дорого. Вот вам понравилось. Чем? Скорее всего, там очень-очень много лошадиных сил. За 400 метров выход на финише 280 грамм в час. Рекордсмен трассы Новороманова 19-го года Максим Соколков пилотирует уже 15 лет. В его копилке масса побед, а начиналось все с нелегальных гонок. Это, наверное, как у всех, это, наверное, нелегал. Он был, не буду скрывать этого, а потом все-таки пришлось входить в официал. Были какие-то такие страшные моменты на протяжении? Были моменты, да. В элисте мы были. Машина горела. В процессе? Да. В прошлом году здесь, в Барнауле, дважды меня страсса сносила в поля. Готовы? Долгий взгляд! Сосредоточенность на старте, внимание на светофоре, педаль в пол. Впервые в чемпионате Алтайского края по дрейк-рейсингу участвуют не только гоночные машины, но и гражданские. Кубок 300+. Для зрителей это должно быть интересно, потому что это очень дорогие, уникальные машины. В среднем они стоят от 10 миллионов каждая. Не ожидает победителя приз от спонсора денежный порядка 100 тысяч рублей. Но это единственный абсолютно победитель. Кого? Кого себе? Люблю. Это гонщики, конечно, шутят. От своих любимых железок они без ума. А гонки – это возможность почувствовать себя героем кинофраншизы «Форсаж». Первый «Форсаж» повлиял. Первый. Когда я увидел этот фильм, я просто… Что за божество. Ну, и с тех пор я машинами увлекаюсь. Сын у меня тоже машинами увлекается. А какую дистанцию вам нужно будет проехать? 402 метра. Достойные соперники или вы лучшие? Ну, есть. Я прям это… Боюсь. В самом быстром классе чемпионата Алтайского края победил Барнаулец. Лекордсмен и победитель российских соревнований по дрейк-рейсингу Олег Крохин. Второй и третий места ушли красноярцам – Патрушеву Игорю и Кононову Владимиру. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Олег Крохин. Субтитры создал Dimaунner. Спасибо. Продолжение следует...